Большое спасибо. Я немного поговорю о том, как мы планируем программы скрининга на колоректальный рак в Финляндии. В Финляндии есть цервикальный рак. Мы уже проводили скрининг с 60-х годов прошлого века. А колоректальный рак потом начали мы скринировать, обследовать на эту патологию. Что же мы сделали в Финляндии? Мы практически провели программу скрининга на уровне популяции на колоректальный рак. И началась она в 2004 году. В общем-то, до того, как вышли европейские рекомендации. Итак, эта программа действительно проводилась на уровне популяции. Мы использовали рандомизированный дизайн в фазе выполнения. Я объясню, почему внедрение. Итак, при скрининге на колоректальный рак вы не можете ожидать большого влияния скрининга как такового. Поэтому, когда мы говорим о других подходах, но очень тщательно нужно следить за качеством программ обследования и лечения. Есть и другие вопросы в нашей системе здравоохранения. Мы не уверены, как население наше ощущает себя в рамках скрининга. Может быть, в первые годы нам приходилось выполнять больше колоноскопии. И было довольно сложно повысить наше ассигнование ресурсов. Надо было заниматься контролем качества колоноскопии, улучшить доступность этого вида обследования, чтобы убедиться в целевом использовании ресурсов. Нам необходимо было планировать централизацию, планирование также осуществить. И также нас интересовало влияние на программ на здравоохранение и состояние здоровья населения, в том числе в других странах. Вы знаете, у нас, в общем-то, неплохой прогноз колоректального рака, если, конечно, он диагностирован своевременно. Вот посмотрите, смертность от колоректального рака в Дании. Вы видите, много времени, много лет требуется, прежде чем вы начинаете видеть результаты своего труда, эффект воздействия этих программ. И когда вы внедряете программу, выполняете программу на первой фазе внедрения, иногда мы видим, наблюдаем и другие усовершенствования в системе здравоохранения. Так вот, нам надо было продемонстрировать эффективность программы, воздействие, влияние этой программы, именно рандомизированно. Мы не выбрали на целевую популяцию 50-70 лет. В данном случае мы решили, приняли решение на ранней стадии обратить внимание на контингент возрастной от 60 до 69 лет. И половина этой целевой популяции была приглашена на скрининг. И вот это первый год, видите, это таргетная целевая популяция. 60-64 года – это годы рождения, отмеченные по вертикальной оси. И затем она продолжалась, эта программа, на следующий год, и через два года от начала. Ну, например, 50% 40-го года рождения, пришли 50% 41-го года рождения. И, наконец, мы решили, да, уже пересмотреть нашу целевую популяцию. И к тому времени появилась уже информация и других методов лабораторного, инструментального исследования. Итак, мы продолжали вот такое рандомизированное выполнение этой программы. Как согласно нашему исходному плану. Рандомизировали, посмотрите, уже сколько людей рандомизировали в группу исследования, а остальные в группу контроля. Итак, как это все проходило? У нас довольно-таки неплохо восприняло наше население, поэтому уровень участия достиг 69%, 62% среди мужчин и 76% среди женщин. Мы с самого начала использовали вот этот вот гвояковый тест, гвояковую пробу на оккультную кровь. Ну, практически в среднем это было неплохо. А теперь, я думаю, нам, пожалуй, нужно пересмотреть, возможно, свою позицию. Программа хорошо отработала. Пациенты, объекты с положительным результатом теста на оккультную кровь направлялись на колоноскопию. 84% из них дошли до колоноскопии. И потом направлялись в лечебно-профилактические, те лечебно-профилактические учреждения, где можно было выполнить колоноскопию. Ну, с тем, чтобы уменьшить риск неприятных явлений. В настоящее время вот такая комплоентность пациентов на приколоноскопии составляет 84%. Теперь нас, конечно, очень взволновало, разочаровало то, что частота выявления колоректального рака была очень низкая, 0,2%. Но, может быть, это было положительное прогностическое значение теста, всего лишь составляло 4,6%. Что это значит? Что этот тест совершенно не оптимален, он весьма далек от оптимального при выявлении колоректального рака. Тут где-то чуть выше, до 30% положительное прогностическое значение. Это вопрос довольно значимый для менеджмента данных программ. Итак, надо было проводить оценку, мониторинг и оценку программ при выполнении этой программы согласно рандомизированного дизайна и проводить сравнение между группой контроля и группой скрининга. Итак, у нас были онкологические изменения, новое образование выявлено, и мы прослеживали причины смерти через национальный регистр. Я вам покажу некоторые результаты, но в основном, конечно, нам было исключительно важно оценивать исходы наших усилий, приглашение, появление в ЛПУ положительные или отрицательные результаты теста, согласие на колоноскопию, сколько в этом выявлено было раков колоректальной локализации, и какое количество этих заболеваний привело к смерти. И вот еще, я вам показываю этот слайд, но нам необходимо для того, чтобы подчеркнуть значение также и диспансеризации, с тем, чтобы отследить вот эти цифры, показатели смертности от колоректальной локализации в группе скрининга по сравнению с группой контроля. Итак, этот слайд, я не знаю, видите, этот слайд довольно бледный, смоделирована эффективность скрининга колоректального рака в Финляндии среди приглашенных пациентов, исходя с учетом долгосрочного риска смертности от этого заболевания. Снижение наблюдается от единицы, но даже оптимально, ну это опять же математическое моделирование, от единицы до нуля, но на самом деле даже в этой модели не ожидается снижение смертности более значительной, чем на 20%. Ну, во всяком случае, на основе Гвояковой пробы. А это опять же диспансеризация. Может быть, это вообще совершенно свежие данные, чуть ли не вчера, но все еще на этой неделе обнародованы эти результаты. Вот, там свыше 400 тысяч приглашенных, 300 тысяч были обследованы, проводился скрининг, колоректальный рак на группе скрининга 40% каких-то положительных. На другие злокачественные образования тоже были выявлены. То есть, практически мы ожидаем значительное воздействие все-таки на смертность. Ну, сравнимы, ну, может быть, конечно, не так сравнимы, как сравнимы с уровнями предотвращения смертности от рака шейки матки. Но все равно, соответствующая доля выявленных случаев меньше, чем при раке шейки матки. Ну, это предварительная информация от смертности, это максимальная продолжительность наблюдения, 8 лет. Ну, вот и эти контингенты отслеживались. Ну, здесь не, во всяком случае, отчетливого снижения смертности в группе скрининга пока, по сравнению с контрольной группой, пока не отмечается. Это нарастающий итог. Итак, это было практически краткое введение в наш опыт. Ну, мы даже подали наш отчет, доклад в Евросоюз. Это наш опыт по внедрению, проведению программ скрининга на уровне популяции, скрининга колоректального рака. Итак, что тут очень важно? Очень тщательное планирование программ. Имеется много технических и клинических факторов, начиная от тест-системы, кончая протоколами введения. Надо очень хорошо все это знать, понимать прежде. И поэтому на фазе планирования, на этапе планирования мы должны были учесть вот эти факторы, много чего уяснить для себя. Ну, я включаю протоколы введения. Необходимо иметь руководство по качеству проведения колоноскопии в наших программах, по верификации патологоанатомической, цитологической и также по лечению раковых заболеваний. Это требуется время для всего для этого. И затем очень важно не только планирование, но и апробация, пилотная фаза. Теперь уже почти 10 лет прошло, поэтому можно оценить наши усилия. Ну, практически, да, вот эта апробация так или иначе прошла успешно и подтвердила положительный исход. Ну и вот все те же показатели перепроверяли приглашение, compliance, то есть согласие на обследование. Ну, и действительно, это очень долгосрочное, длительное усилие необходимо. Но вот эта система валидации, наши данные показывают где-то, что чувствительность на уровне 0,5, а специфичность 95%, имея в виду вот гвояковую пробу на оккультную группу. То есть достаточно большое количество, можно отрицательно. Что касается метаанализа, он не очень нам помог в количественной оценке, но все же вы видите различные исследования, которые варьируют в широком диапазоне относительно их клинической точности. Ну, 20% скорого реального рака на один случай реального будут так ложно, отрицательными. То есть даже здоровые индивидуумы вполне могут иметь положительный результат теста. Но тем не менее, можно, безусловно, увеличить чувствительность со временем и улучшить специфичность при популяционном скрининге. Но тем не менее, когда мы комбинируем эти данные, то практически оказывается, что нужен большой объем для того, чтобы избежать этих погрешностей. Так, каковы же наши текущие проблемы? Мы рассматриваем более современные тесты, может быть, фит, иммунный тест или прочее. Кроме того, мы пытаемся улучшить качество нашего проведения колоноскопии, но и лечения колоректального рака, а также оптимизировать нашу деятельность. То есть практически для того, чтобы улучшить общее управление и эффективность использования ресурсов. Мы считаем, что нужно очень мощные исследования проводить для того, чтобы подтвердить эти выводы. Большое спасибо. Если я правильно понял, то уважаемый докладчик не вполне доволен был той тест-системой, которая использовалась в процессе скрининга. В этой связи такой практический вопрос. В России в ряде регионов тоже сейчас вводится скрининг колоректального рака. Все же подробнее, какую тест-систему вы использовали? Мы разработали эту программу уже около 50 лет назад, 15 лет назад, простите. Тогда у нас не было каких-то других возможностей для проведения теста. Сейчас FIT, в общем, позволяет решить все проблемы соответствия. Если я сравниваю это с текущей ситуацией, сейчас система уже куда более развита. Но вопрос в том, как вы при ограниченности ресурсов. Вот у вас есть колоноскопия, например. Если показатели, например, у вас, ну, тестовые показатели, например, вас не удовлетворяют, то вы выбираете другой какой-то тестовый механизм. Но какова вероятность того, что это повлияет на успешность и реализацию всей программы? Понятно, что нужно смотреть такой follow-up, последующую информацию, которая уже по реализации программы. Можете посмотреть на опыт европейских стран. Вот эти результаты, которые я представила, это такие первые результаты из Финляндии. Ну и мы проведем follow-up, может быть, результаты будут другими. Но это все, что я могу сказать, к сожалению. Я по-русски задам вопрос. Значит, ведь, на мой взгляд, из того, что вы рассказали, тут проблема не только, вы не только, так сказать, неудачу, скажем, в кавычках, так сказать, не только, ведь не тест-система только вашей неудачи, по-видимому, виновата, потому что вы не подчеркивали этого, что вот именно вот эта тест-система виновата в том, так сказать, о негативных результатах. Не так ли? Is that right? Ну, необходимо понимать, что мы еще не до конца провели follow-up. Большая часть населения еще должны вернуться к вам в течение этих трех-пяти лет. Мы еще не все результаты получили. То есть вот этот итоговый результат мы получим позднее, от 8 до 15 лет. Но вопрос не в воздействии, в итоговом влиянии, а в оптимизации программы. Я хочу добавить, что тут, понимаете, не надо не только в тест-системе дело, а дело в организации, которая очень сложная и наверняка организация значит значительно больше, чем, так сказать, вот та или иная тест-система. И это нам надо принять в внимание. Вот в первом докладе нам показали руководство, рекомендации для Европейского Союза по скринингу рака, колоректального рака. Это, так сказать, книга, по-моему, 800 страниц, там 10 глав и так далее, и так далее. А у нас рекомендации что? Одна таблица, хилая, которую издал Институт профилактической медицины. Вот самое главное, организационный вопрос. Я думаю, что это важнее, чем какая-то определенная система. Спасибо. Thank you very much. Продолжение следует...